Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 500 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет, ребят, меня зовут Рисман, и сегодня у нас будет такой выпуск по Майнкрафту, от которого даже Люк Бессон будет охреневать по Люк Бессоновски, а Даниэль будет охреневать по Даниэлевски. Ну что ж, сегодня я вам расскажу о том, как создать в Майнкрафте легендарную машину из фильма такси, а именно Peugeot 406. Ну она выглядит не совсем как Peugeot 406, но что-то вроде похоже. Для тех, кто не в курсе, фильм такси был снят Люком Бессоном, где главный герой был на серии сами, на серии, да, вы поняли, да, на серии, типа как, я не знаю, как многочлен звучит, смешно, да, на вся на деле не смешно. Ну что ж, в общем, вот это была легендарная машина, на которой катался Даниэль, которая была очень-очень быстрой, которая превращалась. Ну я думаю, все из вас смотрели этот фильм, напишите в комментарии, смотрели ли вы этот фильм, но я думаю, вы обязательно его смотрели. И, конечно же, напишите в комментарии, смотрели ли вы последнюю часть, пятую часть фильма такси, именно такси 5. Если честно, то мне он вообще не понравился, последняя часть фильма, потому что, во-первых, снимал ее не Люк Бессон, во-вторых, какая-то гребанная студия, актеров тех нет уже, да и вообще атмосферы уже той нет. Поэтому, короче, срубили бабла, и фильм оказался просто дерьмецом. Ну что ж, ребят, в общем, у нас на обзоре наша замечательная Peugeot 406. Выглядит она, к сожалению, не как Peugeot 406, а как ВАЗ-2106. Из-за того, что она сделана слишком по-майнкрафтерски, и выглядит она очень квадратно. Но это, на самом деле, неплохо. Как видите, тут написано «Такси Майнкрафтия». Тут у нас французские такие замечательные номера. Написан 2001, типа 2001 год, наверное, когда фильм «Такси» вышел, по-моему. Тут у нас есть дисочки вот такие вот офигенные. Единственное, круглая в этой машине, это у нас, конечно же, диски. Также у нас тонированная в хлам, просто в ноль. Но, как видите, если я даже сяду, у меня снаружи не будет видно, а снутри наружу видно будет. Это очень-очень круто и очень четко. Так, ну что ж, давайте попробуем сесть и прокатиться на этой замечательной машине. Вот мы с вами поехали, и пока что мы катаемся по самому обычному, очень прикольному городу. Но все мы знаем, что в фильме «Такси» «Такси» было далеко не такое. И спокойной ездой он не славился, а славился, наоборот, ездой более бодрой. Так, ну что ж, «Таксишка» очень-очень крутая. Мод является не совсем модом. Это у нас дополнение к моду «Мистера Крайфиша», который добавляет транспорт. Я его как-то обозревал уже. Можете найти у меня его на канале. И дело в том, что это дополнение для этого мода, поэтому вам нужно обязательно будет поставить все зависящие для этого аддона мода. Именно «Мистер Крайфиш Веккл» и еще там дополнение какое-то. Короче, ссылка на этот мод и на описание, как установить вот это все, вот это все вы найдете под видео. Поэтому обязательно поставьте лайк, разверните описание, и вся подробная инструкция будет там написана. Так, ну что ж, призвать эту машину тоже на самом деле очень и очень просто. Для того, чтобы ее создать, давайте выйдем, наверное, и создадим заново. Вам необходимо прописать команду «Самон», «Такси», «Пежо 406» и нажать «Пробел», и у вас появится такая вот таксишечка. Так, также вы в нее можете сесть. Так, и, ну, тут она немножко пободрее едет. Я сейчас расскажу, в чем прикол, почему это едет пободрее. Кстати, вы можете на ней оба. Если вы выходите, она моментально останавливается. Это очень круто. Так, управление на самом деле очень простое, очень лаконичное. Для всех будет понятно, это VASD. Если честно, от первого лица... А, черт, играть не очень удобно. Мне больше нравится играть от третьего лица. Вот видите, от первого, ну это вообще, не знаю, мне не нравится. Тут ничего в салоне нет, поэтому от первого лица играть неинтересно. Даже руля нет. Одно сидение посереду. Блин, я выпрыгнул нечаянно из машины, хотел остановиться. Так, ну, как видите, в принципе, ничего сложного в управлении нету. Поэтому лучше играйте от третьего лица. Кстати, вы можете сделать Quake Pro и отдалиться вот так. И будет на самом деле очень-очень четко. Так, ну что ж, давайте попробуем ее утопить, если у нас получится. Ну, она у нас еще под водой ездит. Прикольно. У нас такси подводное. Такси Марселя. Не, Майнкрафта точнее. Прикольно, очень прикольно. Кстати, давайте попробуем выключить креатив и попробуем проехаться под водой. Так, извиняюсь. Game Mode 0. Я знаю, чего вы ждете, ребят. Вы ждете тот момент, когда мы нажмем с вами кнопку R и перейдем в спорт режим. Так, ну, как видите, я, кстати, пропустил момент, что я тонул. Нет, я вам пока говорил. Так, да, у меня появляется воздух, я могу утонуть. Ну, что ж, ребят. Вот такой вот у нас был спокойный режим. Но он, кстати, был почему-то быстрым. Ну, не знаю. А теперь самое интересное. Мы нажмем с вами кнопочку R. Офигеть! Офигеть! Оно как в фильме. Видели, как спойлер выдвинулся? Как бампер раздвинулся? Офигенно! Это просто четко! Это четко! Вы посмотрите, как оно... Оно так вот убирается. Так, нажимаю еще раз. Оно появляется. Посмотрите, как появляются воздухозаборники. Блин, я хочу сделать в нормал. Во, вы посмотрите. Так вот, сейчас нажмем. Так, оба исчезли. Оба появились. Вообще четко! Блин, как это офигенно! И то же самое со спойлером. Так, давайте попробуем спойлер. Спойлер. А ну, а ну, а ну, а ну! Блин, четко! Вообще офигенно! Не знаю, просто суперское дополнение, я считаю. И очень крутое. Теперь у нас машина становится, по идее, гораздо быстрее, чем в обычном режиме. Ну, просто, суть в том, что когда вы ее только спауните, она почему-то сразу в спорт режиме. Поэтому автор, братан, пофиг себе баг, пожалуйста, этот, потому что, ну, это не прикольно. Мы сразу получаем спортивную машину, и это не круто. Ну, а теперь мы получили спойлер, и теперь мы можем с вами... Ага, блин, я опять перепутал, и вместо пробела нажал shift вместо ручного тормоза. Теперь мы с вами можем сжиганить и дрифтовать, зажимая пробел. И реально эта машина умеет дрифтовать, то есть, заноситься в занос вот такой вот, и ездит она реально быстро. Так, ой-ой-ой-ой-ой, ну, препятствия ей не страшны, поэтому, если врежетесь, ей абсолютно ничего не будет. И это, я считаю, очень-очень крутое. Даже, думаю, Даниэль так, типа, завидовал бы этому, потому что мы можем с 10 хоть дом, и машина останется просто... Муа, цела и невредима. Поэтому я считаю, что мод очень крутой, точнее, дополнение. Отдельное спасибо не только автору, но и мистеру Крайфиши, который дал такую среду для мододелов, которые могут теперь создавать свой транспорт. Представьте, напишите в комментарии, какой бы вы еще транспорт хотели видеть в игре. Например, вот подобие такого, может быть, машину Бэтмена или еще кого-нибудь. Так, ну, давайте попробуем задрифтить на мост, доедем куда-нибудь. Так, что ж, куда у нас ведет мост? Ага, тут у нас, я так понял, город заканчивается. Кстати, в фильме такси была такая сцена, где они вылетают на мост, и там, короче, Мерседесы застряли. Ну, я уже не помню на самом деле точно, но фильм очень классный, не знаю, я его в детстве любил. Вот, ну что ж, фильмы фильмами, а сегодня у нас Майнкрафт, и, к сожалению, наша замечательная серия сейчас будет подходить к концу, потому что я, в принципе, рассказал все, что можно было об этой машине, ездит она очень быстро. Кстати, видите, тут написано БПС, это типа наша скорость. В данном режиме у нас максимальная скорость 30, 30 БПС, это блок пер секонд, иными словами, блоки в секунду. Итого 30 блоков в секунду, один блок Майнкрафта у нас равен 1 метру, соответственно, мы едем со скоростью 30 метров в секунду. Или умножаем на 0,27, это у нас где-то получается. Нифига себе, я еще даже помню, как переводить метры в секунду в километры в час. Короче, это примерно где-то 109-110 километров в час. Ну, блин, тоже, знаете, ребят, спорт режим, а она едет 110 километров в час. Конечно, если бы тут была побыстрее скорость какая-то так, это было бы, конечно, покруче. Но, к сожалению, 110 тоже довольствуемся, тоже неплохо, потому что мало какой транспорт в Майнкрафте может развить такую скорость. Давайте выйдем из спорт режима и посмотрим, что у нас будет в обычной скорости. К сожалению, спорт режим у нас отключается и включается только в стоячем режиме. Так, а тут у нас всего лишь 10 метров в секунду. Это в три раза меньше, чем 30 метров в секунду. Ну, соответственно, это у нас будет скорость порядка 34-35 километров в час, да? Ну, где-то, ну, пожалуйста, скажите мне сколько. Ну, я думаю, да, где-то 35, наверное, где-то километров в час будет скорость. Это не очень быстро, для города это, на самом деле, очень мало. Кстати, я еду по встречке, да. Ну, как видите, я спокойно переехал из стеклянного ограждения и никаких проблем у меня с ним не возникло. Называется у нас такси Майнкрафте. Да, кстати, тут есть номера вот с годом выпуска, да, я так понял, это не знаю. По-моему, такси как раз вышел у нас в 2001 году. Шильдики от... Давайте по внешечке посмотрим, что у нас тут есть. Так, 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 так. По внешечке посмотрим, значит, логотип Peugeot. Вот такая вот у нас 406 Peugeot. Блин, капот, к сожалению, ровный. Могли бы чуть-чуть... Вот автор, ну, братан, чуть-чуть бы, чуть-чуть ей придал бы форму более такую, менее майнкрафтерскую. Было бы просто цены бы не было. Тут у нас есть роллинги, дисочки низкопрофильные. И просто чётенькие. Вот, такси Майнкрафте. Ну, в общем, сделана она просто по высшему классу. К сожалению, фары нельзя включить. Было бы круто, если бы можно было их включать. Давайте попробуем, посмотрим. Может, есть или нету такной кнопки. Так, такси... Скидрайв. А. Ай, такси. Аш. Ю. Вау! Я тут ещё нашёл. Ребят, 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 ребят. 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 Вы просто посмотрите. Тут есть ещё, короче, кнопки. Я почему-то на сайте не было написано этого. Я реально не знал. А ну, если мы нажмём... Ай. Офигеть! Можно боком ехать на ней. Очуметь! Просто очуметь! Это реально круто. Вы посмотрите, я еду боком. Офигенно! Офигенно, братан! Просто офигенно! Опа! Так, ага. Ага. Просто, блин, это чётко. Это реально чётко. Можно ездить боком на ней. Потом, что... Что у нас ещё там было? Ааа... Управление. Так. Ай. Ю. Ю. Сноу. Сноу режим какой-то. Блин, у меня там с чем-то конфликтует. Зараза! Давайте... Давайте мы изменим сейчас. Такси Рейс Р почему-то работает. Такси Сноу. Игрек это крылья! Игрек это крылья! А ну! Так. Почему не... Ну почему они не работают? Блин. Вот он то работает, а вот это всё дело не работает. А ну, Ю. А, наверное, крылья, когда мы где-то в небесах, да, наверное, можно открывать? Или... А, наверное, в спорт режиме это всё работает. Да, ну попробуем в спорт режиме сейчас это всё запустить. Нет, не работает. Блин, да почему? Не работает, зараза. Ю не работает. Вот Ай... И Ай перестала работать. Ну, ну, ну... Так, давайте ещё раз управление. Сейчас, сейчас разберёмся, сейчас разберёмся. Ю, Игрек, Игрек. Игрек не нажимается. Давайте заспауним другую таксишку. Потому что мне кажется, что всё это дело в том, что я её испортил как-то ту. Ну, давайте попробуем. Так, Игрек не нажимается. Ай... Вот Ай работает. Так, и Ю. Так, к сожалению, пока он, наверное, не добавил эти функции. Ну, нет, не запускается вообще никак. Вообще никак не запускается, к сожалению. Но Ай тоже прикольно. Ну что ж, ребят, вот такая замечательная машинка. Напишите в комментариях, если у вас что-то из этого заработает. Но у меня пока что, как видите, вообще никак не работает. Только гоночный... Ага. Вот, да, гоночный режим запускается. А всё остальное у меня ни в какую не хочет запускаться. Ну, блин, это не круто. Вот, вот этот режим запускается. А вот эти, вот эти... Да, да, это всё не работает. Ну что ж, ребят, на этом всё. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока.